всем привет с вами дмитрий уршул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим с вами о новостях недавнего времени из мира музыки музыкального оборудования и плагинов и давайте начнем с компании айзотоп компания айзотоп анонсировала подписку то есть она теперь переходит в том числе на подписочную модель и вы можете пользоваться продуктами этой компании по подписке причем предлагается аж целых два пакета подписки как утверждать сами разработчики направлены на музыкальных продюсеров и на музыкальных звукоинженеров то есть для пост продакшена и различается цена этих подписок и также различается набор входящий набор плагинов входящий в каждый из пакетов называется они а зато продюсерс club это собственно для продюсеров туда входит озон про нейтрон про вокал синт про нектар и даже за входит что меня удивило мелодайн 5 правда версия essential это не полная версия мелодайна music production suit напомню что она направлена уже на звукорежиссеров то есть кто тот кто работает со сведением с мастерингом с редактированием звука там пакет продуктов чуть побольше и он уже направлен не на продюсеров а вот именно на профессионалов студийного уровня туда в этот пакет входит нейтрон про озон про rx про нектар про мелодайн 5 essential а зато прилой и визуал микшер то есть для визуального микширования ну это основные продукты как заверяют разработчики в каждый из пакетов будет добавляться новые какие-то продукты например реверы от а зато и так далее но очень довольно интересно но при этом я посмотрел цены они относительно тех же слой digital и например плагин альянс довольно высокие продюсер склад то есть пакет для продюсеров будет стоить 20 долларов примерно 20 долларов в месяц либо 200 долларов в год то есть это довольно так внушительно потому что при тот же слой digital стоит 150 долларов в год подписка music production suit про оценивается подороже она будет 25 долларов в месяц либо 250 долларов в год конечно же разработчики также обещают что будут в личном кабинете каждому подписчику будет доступны видео уроки от беркли это довольно круто но опять же напомню у слой digital есть подобная вещь там правда делают сами сами разработчики слой digital их продюсеры делают очень классные видео уроки по ну в основном направленные на изучение плагинов от слой digital но не только там довольно много полезных курсов но вот я думаю что изотоп решили пойти по тому же пути и сделать такую экосистему вокруг своих продуктов ну что же для многих я думаю это будет привлекательным потому что покупать все вышеназванные продукты полностью в полное пользование даже по скидкам на черную пятницу довольно затратно можно потратить до двух а то и двух с половиной тысяч долларов чтобы купить все пакеты так что кто интересовался в пакетами изотоп вот можете посмотреть по ссылке в описании к этому ролику следующая новость также касается компании айзотоп а точнее ее сотрудничестве с компанией на этих инструмент обе компании объявили о том что они будут совместно сотрудничать над созданием неких продуктов то есть пока нет конкретных заявлений нет конкретики что они будут делать но как говорят представители обеих компаний их это объединение направлено на то чтобы улучшить жизнь музыкантам видимо создавать какие-то общие продукты также я думаю они будут работать над какой-то совместной интеграции совместных продуктов напомню что на этих инструмент также потерпела изменения в этом году феврале а из-за внутренних разборок компания была выкуплена частный такой инвесторным фондом который называется francisco partners и вот собственно видимо с руки с подачей этого фонда компании на этих инструмент пошла навстречу айзотоп и вот они решили совместные делать продукты я не знаю возможно это маркетинговые ходы чтобы поднять дела улучшить дела у на этих инструмент я честно говоря не знаю что у них там происходит в принципе на рынке это довольно популярный разработчик музыкального софта и музыкального оборудования таких комедий клавиатуры и звуковой карты и так далее но видимо новые владельцы компании на этих инструмент видят в этом какую-то выгоду в общем мы как музыканты нам остается только ждать к чему это приведет возможно будут какие-то классные продукты представлены которые сделаны усилиями обеих компаний обе компании как я уже сказал там работают довольно крутые профессионалы поэтому продукты должны быть интересные компания spotify анонсировала свой сервис радар в россии для тех кто не знает радар это такая система которая работала во многих странах порядка 50 стран который помогает независимым музыкантом то есть не подписанным на лейблы скажем так выстрелить появится перед глазами пользователей слушателей подписчиков spotify то есть там сидит определенная команда людей которые выискивают новые юные дарования в тех или иных жанрах и если им нравится они этих артистов начинают ну скажем так двигать внутри своей площадке то есть они устраивают им какие-то пиар-компании они их вешают себе на сайт или в приложение где-то там на заглавных страницах то есть новая публика может познакомиться с новыми артистами если им конечно совпадают вкусы и жанры этих артистов и публики но так или иначе это поможет многим независимым молодым музыкантом найти себя и уже три коллектива из россии собственно попали вот в первый вот этот music радар от spotify и уже была сделана небольшая промо акция для этих артистов можете также перейти посмотреть в общем очень здорово что есть такой сервис он действительно помогает есть там можно попасть в довольно популярные плейлисты от spotify то есть в алгоритмом можно попасть и за счет этого естественно увеличить как стриминг своих песен ну и так естественно и привлекательность своего музыкального коллектива продолжая тему spotify и стриминговых сервисов недавно был опубликован отчет английскими профессорами бизнес-школы о том что стриминговые сервисы не совсем честны по отношению к музыкантам а именно что средства получаемые с подписки на стриминговые сервисы распределяются не очень ну скажем так открыто и честно между артистами подписанными на мейджор лейблы и независимыми артистами что вы вызвало некий резонанс в интернете особенно на музыкальных сайтах то есть это стали это исследование стали вовсю тиражировать публиковать но идея там заключается в том что профессора собственно изучили отчетность изучили то как система платежей работает и происходит я честно говоря все данные не смотрел то есть я не смотрел на чем основано конкретные исследования на каких данных на каких группах на каких артистах и так далее но в принципе ученые эти конкретные профессор профессора я не думаю что будут рисковать своей репутацией и если они такие заявления делают значит они на чем-то основаны и основная идея в том что мейджор лейблы троица основная это universal music sony music и warner они занимают порядка 70 процентов всего стримингового рынка то есть они получают 70 процентов доли каждый месяц и только 30 процентов делится между всей кучей остальных артистов которых естественно гораздо больше имеется ввиду инди артистов которые не подписаны на мейджор лейблы и там очень много вопросов по поводу авторских отчислений и стриминговых отчислений и говорят о том что spotify предпочитает в первую очередь кормить мейджор лейблы а уже остатки распределять между независимыми музыкантами связи с чем конечно же артисты подписаны на мейджор лейблы получают со стриминга гораздо больше денег даже если в с точки зрения прослушивания их слушали там ну может быть больше но не настолько больше насколько они получают денег поэтому все не очень так прям четко и скажем так честно и я надеюсь что после этой статьи после этого исследования со стороны spotify пойдут какие-то изменения возможно возможно будет какой-то ответ на это или они поменять чуть алгоритм пересмотрят что и как происходит ну в общем будем следить но довольно интересная информация что вот они заговорили ее опубликовали ну и напоследок поговорим о бесплатном софте который появился в последнее время начнем мы с органа это pipe орган то есть настоящий орган не электро органа про настоящий виде библиотеки которая отдается абсолютно бесплатно компании speedfire audio и называется библиотека labs pipe орган ну собственно представляет собой в ст audi unit и x плагин который вы можете скачать прям по ссылке в описании который я оставлю и собственно установить и играть прям на живом органе звучит довольно классно какой-то определенной музыки я уверен что подойдет и такое звучание добавит определенного драматизма и последняя новость на сегодня для тех кто ностальгирует по 90 и по звучанию 16 битных игр на приставке sega компания infonic выпустила очень интересный плагин bitcrusher который понижает качество звучания до вот того самого 8 битного звучания из видеоигр довольно интересный плагин также бесплатный распространяется во всех форматах популярных на mac и на windows и вы можете скачать и под свой звук скажем так прогнать через этот бикрашер и получить звучание похожие по характеру от этого искажения на звучание приставки sega довольно интересный плагин также переходите по ссылке в описании скачивайте пробуйте уверен вам понравится и кому-то даже зайдет музыкальном продакшене ну что ж на сегодня это были все новости увидимся с вами в следующем выпуске не забывайте подписаться на канал logic про help и поставить колокольчик чтобы получать уведомления от нас о наших новых роликах напоминаю что на нашем канале выходит не только новости а также анонсы новых видео курсов которые мы довольно часто выпускаем также выходит бесплатные уроки по logic про разные советы видео ответы обзоры аудио плагинов поэтому подписывайтесь смотрите то что уже доступно на канале если вы только с нами недавно там очень много видео собственно по лоджику очень много видео по плагинам и также много советов по работе со сведением мастеринга музыки ну и также переходите на наш сайт music help точка ру на котором представлено большое количество наших видео курсов по разным тематикам в лоджик про вы можете их изучить но также есть курсы которые можно применять знаний из которых можно применять абсолютно в любом секвенсоре и даже на микшерной консоли аналоговой так что переходите на наш сайт и там же можете вступить наш закрытый клуб в котором вы получите доступ к нашему чату абсолютно бесплатно наш чат в телеграме в котором уже почти 800 человек мы каждый день общаемся обмениваемся опытом я отвечаю там на вопросы довольно часто каждый день проверяю то что вы можете подключиться есть вас какие-то вопросы по лоджику по музыкальному оборудованию задавайте я или мои коллеги или другие пользователи чата вам с удовольствием помогут так что заходите подключайтесь к нашей внутренней экосистеме лоджик про help будем с вами на связи с вами был дмитрий урсул желаю всем успехов в творчестве увидимся с вами в следующем выпуске всем пока а